Округлением числа будем называть его замену на одно из ближайших целых чисел. То есть, либо на целую часть, либо на верхнюю целую часть. Так, надеюсь, все помнят это определение. Вот, если у вас есть предвольное число, то у него есть целая часть. И верхняя целая часть. Иногда для единообразия целую часть вот так вот обозначают. Это что такое? Это два целых числа, которые либо просто равны, либо отличаются на единицу. И между которыми число заключено. То есть, вот, например, есть число 6,8. Вот, у него есть целая часть 6 и верхняя целая часть 7. Понятно? Так вот, разрешено число заменить либо на это, либо на это. Ну, если число целое, то они совпадают, и поэтому там ничего нельзя. Вот, вот, просто вот оно есть и все. Задача. Докажите, что если дано n произвольных чисел веществах, то можно каждое из них округлить, то есть заменить вот либо сюда, либо сюда, чтобы для любых нескольких из них их сумма отличалась бы от суммы их округлений не больше, чем на n плюс 1 разделить на 4. Давайте я это запишу, чтобы не так просто понять. Значит, для любых нескольких чисел их сумма должна отличаться от суммы их округлений не больше, чем на n плюс 1 разделить на 4. Да, прочее, тут даже стоит звездочка. То есть, это задача, с точки зрения автора книжки, задача всесоюзных олимпиад тяжелая. Я расскажу об ее решении, но ее будут получать. Сначала вы сами немножко поможете, подумайте. Я, давайте, еще попытаюсь пояснить условия. Вам дали много чисел. Ну, не знаю, произвольных количеств. Разумеется, вы можете на них посмотреть внимательно. Вот, как-то их там упорядочить, там, не знаю, переписать в каком-то порядке. Это все по вашему праву. Вы их все знаете. После этого вы должны каждое число заменить на целое. Понятно, да? Округлить. Ну, кстати, в общем, задача зря вот так подробно объясняет сначала, что такое округление. Потому что, в принципе, можно было и просто сказать, от этого мало чего изменилось бы, что число разрешено заменять на целое. Потому что, ну, ясно же, что невыгодно. Ну, то есть, формально, конечно, это тоже доказывает. Да, но, в принципе, понятно, что невыгодно, в общем, особо заменять число на далеко и его целое. Вот. Ну, а тем не менее, в задаче формально сказано так. Любое число можно заменять либо на верхнюю, либо на нижнюю целую часть. И вот нужно так сделать, чтобы для любых нескольких из наших чисел их сумма отличалась бы от суммы округлений не больше, чем на n плюс 1, 9, 4. Понятно, что каждое число – это сумма его целой части и дробной части. Правильно? То есть, когда у нас есть произвольное число x, скажем, здесь 6 плюс 0,8. А произвольное число – это целая часть плюс дробная часть. Что такое дробная часть? То есть, это число, которое больше или равно 0 и меньше 0. Так? Господа, поскольку нам дали любые числа, то мы можем каждое из них разложить в такую сумму. Целая часть плюс дробная часть. И вы и расположите их по возрастанию. То есть, целая часть у нас не интересует, а вот дробные части расположим в порядке возрастания. Хорошо? Все, пишу. Целая часть плюс альфа. Каждое число представляем в виде целого числа плюс какой-то альфа. Где числа альфа расположены вот так. Альфа один – самая маленькая. Потом идет второе, третье и так далее, и так далее. Н-ное, и оно меньше 1. Понятные дробные части располагают в порядке возрастания. А дальше смотрите, что мы сделаем. Вообще-то у нас выбор не такой большой. Когда мы округляем число, мы либо отбрасываем от него дробную часть, либо заменяем ее так, чтобы число превратилось в целую часть плюс 1. То есть, я сейчас делаю так. Вот давайте я вам нарисую, на картинке нарисую. Смотрите, вот у меня есть альфа один, альфа два, альфа три. Понимаете, да? Я рисую такие отрезки. Все эти альфы я нарисую. Кстати, неважно, на каком состоянии здесь. Важно, что просто это вертикальное отрезки. Понятно? Да, и они все, разумеется, меньше единицы. Так вот, я сейчас найму такое место, что если вот эти все я заменю на нули, а наоборот, вот эти все числа я заменю на единицы, то тогда ошибка будет не больше, чем n плюс 1 делить на 4. Понятно? Только смотрите, что происходит, когда я отбрасываю вот это? Соответствующее число уменьшается. Что происходит, когда я заменяю вот это на единицу? Соответствующее число увеличивается настолько, правда? Понимаете, что если вот одно число увеличилось, а другое уменьшилось, то как бы они компенсируют немножко друг другу, да? Поэтому ошибка настоящая возникнет или в одну сторону из-за того, что я эти несколько отбросил, или в другую сторону из-за того, что я вот это добавил, да? Поэтому надо найти такое место, чтобы смотреть, какие неравиды выполнялись. Чтобы сумма всех альфа была бы до этого места. была бы не больше, чем n плюс 1 делить на 4. Это понятно? Потому что если мы их отбросим, то надо, чтобы сумма отбросила была бы, ну, удовлетворяла в нашем условии, которое нужно в задаче, не больше, чем n плюс 1 делить на 4. И чтобы, наоборот, сумма вот этих вот отрезочков была бы что? тоже не больше, чем n плюс 1 делить на 4. Потому что это ошибка, которая возникнет, если мы числом увеличиваем. Это ошибка в другую сторону. Поняли? Давайте я это запишу. Хочу найти такое, что альфа 1 плюс и так далее, плюс альфа КТ не больше, чем n плюс 1 делить на 4. и единица минус альфа К плюс 1 и в общем вот эти вот добавки, единица минус альфа К плюс 2 и так далее, и так далее, и так далее, единица минус альфа n тоже было бы не больше, чем n плюс 1 делить на 4. Пожалуйста, запишите в тетради эти две формулы и нахите фразу. хотим найти такое число К, натуральное это минус альфа КТ, что сумма альфа 1 и так далее, альфа КТ не превосходит n плюс 1 минус делить на 4. И при этом сумма вот тех вот добавочек 1 минус альфа К плюс 1 1 минус альфа К плюс 2 и так далее, 1 минус альфа Н тоже не превосходит n плюс 1 делить на 4. Нужно доказать, что такое К существует. Смотрите, мы же можем двигаться К от нуля и дальше, да? Кстати, что такое К равно 0? Это значит, что вот это реальство будет, разумеется, выполнено, да? А здесь у меня будет 1 минус альфа 1, 1 минус альфа 2, и тогда 1 минус альфа 2. Это будет то ли выполнено, то ли нет. То есть, вначале, если я возьму в качестве К 0, то у меня точно будет выполнено вот это неравенство, и неизвестно, будет ли выполнено вот это, правильно? Да, Вен? Замечательно. А если я в качестве К возьму вен, когда у меня здесь не будет ни одного слагаемого, то здесь будет 0 сумма, это будет выполнено. А вот это неизвестно, альфа 1, тогда 1 минус альфа 1, это будет то ли меньше, то ли больше, непонятно. То есть, вначале, при 0 К, у нас вот это верно, а это неизвестно. То есть, верно, уже хорошо. А когда К равно Н, наоборот, это неизвестно, верно или нет, а вот это вот, обязательно ответно. Так вот, в качестве числа К я возьму наибольшее число, для которого верно вот это неравенство. Давайте я тут аккуратно напишу. В качестве К беру наибольшее, для которого альфа 1, альфа 2 и так далее, альфа К не превосходит Н плюс 1, 3, 4, давайте поймем, что значит, что оно наибольшее. Это значит, что когда возьмешь следующее, альфа 1 плюс альфа 2, и так далее, плюс альфа К плюс первое, то эта сумма будет уже больше, чем Н плюс 1 разделить на 4. Вот. Вот. У нас есть такое число К, что вот это неравенство верно, вот оно, сумма не больше, чем 0,4. Вот это неравенство тоже верно, потому что, для нас, все хорошо будет, вот. И мы должны доказать, что обязательно верно вот это неравенство. То есть, из вот этого и этого надо вывести вот это неравенство. На первый взгляд, не особо понятно, как это делать, потому что здесь какие-то у нас написаны вот эти вот альфы, и здесь много разных. но, смотрите, очень важно, числа альфы у нас были упорядочены по величине. Поэтому, вот этот вот отрезочек, не больше этого, то есть, вот здесь вот самый большой, а иначе не меньше. Так? Значит, вместо того, чтобы доказать вот это неравенство, я могу на самом деле, смотрите, что сделать. я могу написать только вот так вот, что это не больше, чем н минус к умножить на один минус альфа к плюс к. Буду с тобой записать. Смысл простой. Каждая из вот этих вот слагаемых не превосходит самого первого. Количество этих слагаемых н минус к стало уже веселее, потому что здесь была какая-то большая сумма, а здесь все-таки произведение букв стало поменьше. Еще что мы можем с вами еще, что мы можем с вами сказать. Смотрите, смотрите, вот там у нас написано, что сумма вот этих вот альф не больше, чем н плюс один делить на четыре. Да? А я так напишу. А я напишу, что все эти альфы очевидно не больше, чем альфа к плюс первая. Это же точно так? Альфа что-то возрастаем. И там написано к саргаймах, каждая из которых не больше, чем альфа к плюс первая. Да? Так, хорошо. и еще одно неравенство я вам напишу. Еще одно неравенство я вам напишу. Смотрите, если берешь к плюс один, умножаешь на альфа к плюс первая, то это будет больше или равно, чем сумма вот этих вот альф. Ну, потому что альфа как бы самое большое и не так. А эта сумма у нас больше, н плюс один или три четыре. Господа, это, конечно, я уже много неравенств выписал. Пожалуйста, внимательно посмотрите и поймите, что на самом деле ничего сверхъестественного пока не произошло. Я просто пытаюсь вам объяснить такую мысль, что все неравенства можно переписать, оставив по сути там только альфа к плюс первая. Увидели? Давайте еще раз все посмотрим. Вот очевидно ли вам вот это? здесь написано выражение 1 минус альфа к плюс первая, 1 альфа к плюс вторая, 1 альфа к плюс вторая, их всего н минус к штука. Так вот, утверждается, что вот это число больше и равно каждого. Потому что альфы шли по возрастанию. 1 минус альф ведут буквы. Все, утвердите питание. Вот, это из-за того, что мы выбрали в качестве к наибольшее. То есть следующее брать уже нельзя. Для следующего неравенство будет неверным. ну это то, что просто вот в общем не понятно. Теперь к плюс 1 на альфа к плюс первая больше вот этого. Да. Сейчас давайте я во-первых альфа к плюс первая для краткости обозначу в иис. Во-вторых перепишу, что мне дано и что нужно доказать. Поехали. Дано. Значит, х это число 0 в инице. 0 меньше или равен х меньше в инице. Да? Это понятно. Дано. Смотрите. к плюс 1 умножить на х больше чем n плюс 1 делить на 4. Пишу. к плюс 1 умножить на х это большое число больше чем n плюс 1 делить на 4. Вот это у нас дано. Дальше. Доказать что должно быть не больше чем n плюс 1 разделить на 4 раза n минус k. Так. Это более или менее понятно. Теперь имеет смысл наверное еще разделить на n плюс 1 и вот это перенести сюда. Поехали. 1 n плюс первая должна быть не больше чем 1 четвертая от такой суммы дробей. 1 разделить на n минус k плюс 1 разделить на k плюс 1. Так. Пока все понятно? Заметьте стало уже немножко веселее. Это выражение стало приобретать какой-то разумный смысл. Теперь здесь приводим к общему знаменателю. А левую часть не меняем. 1 n плюс первая не больше чем здесь на k плюс 1 здесь n минус k в сумме в числителе будет n плюс 1 а в знаменателе будет 4 умножить на n минус k и k плюс 1. Вот. И теперь окончательно пишем 4 умножить на n минус k умножить на k плюс 1 не больше чем n плюс 1 в квадрате. Ну, вообще-то это известно, что такое. Это называется неравенство средним аффективическим и средним геометрическим. если ну то есть среднее аффективическое у них вот этих двух чисел это n плюс 1 пополам и соответственно вот это так. Если не хотите говорить про это то смотрите как можно по-другому сказать. Вот если рассмотреть эту штуку как функцию от k то это будет парабола. При этом график будет выглядеть следующим образом. Если k равно n то это будет 0 если k равно минус единице то это будет тоже 0 и при этом коэффициент k квадрат отрицательный поэтому график выглядит вот так. Ну замечательно. Где максимальное значение в середине вот этого отрезка между числом n и минус 1 когда вместо h берешь n плюс 1 пополам то получаешь вот это вот это место. Так собственно мы его доказали и теперь еще маленькое замечание в этом месте если число n нечетное то это число целое если число n четное то в этом месте возникает небольшой зазор неравенство можно взять более сильное и соответственно в нашей задаче если бы мы интересовались точной границей вот я как там сказал не больше чем n плюс 1 делить на 4 так вот оказывается для нечетных чисел лучше не скажешь почему потому что можно взять числа каждое равно 1 вторую и там лучше не сделаешь а вот если число n четное то оценку можно чуть-чуть усилить а именно все числа если берете равными 2 n плюс 1 1 на самом деле получается что наихудший случай я не буду сейчас доказывать но это можно сделать если аккуратно посмотреть вот и тогда оценка повторяю для четных чисел n будет такая не n плюс 1 делить на 4 а n плюс 1 разделить на 4 минус 1 n плюс 1 минус 1 n плюс 1 n плюс 1 делить 4 минус 1 n плюс 1 повторяю это для четных чисел вот это из-за того что когда мы там делали оценку чуть-чуть неравенство можно было усилить для четных джай- до джай- Продолжение следует...